Итак, всем привет, с вами Фиксер и это мой первый подкаст, в котором я буду рассказывать некоторые новости по поводу моего канала и также некоторые мысли по поводу всего и вся. Так, начнем. В общем, вы могли заметить, что последнюю буквально неделю я не выпускал вообще никаких видео, не делал. Связано это с тем, что у меня недостаточно на это времени в данный момент, потому как я заканчиваю технику, и сами понимаете, что все время уходит на написание диплома и прочей фигни. Да, ну вот как раз сейчас немного появилось свободного времени, я решил записать такой подкаст, небольшое обращение к вам, не знаю, что-то в этом роде. В общем, сейчас попробую после этого еще записать какой-нибудь летсплеечек, возможно, может еще что-нибудь. Ну, в общем, пока есть время, буду этим пользоваться. Но, еще связанное с временем, я хотел бы ответить на такую просьбу, не знаю, предложение делать летсплей каждый день, а именно по Fallout мне просили делать каждый день новый летсплей. Ну, тут я должен сказать, что есть одно но. Это не так легко, как кажется, да и, собственно, не знаю, хотелось бы больше уходить в сторону качества, а не количества моих летсплеев, как бы, то есть, чтобы более они интересные были. А если я буду каждый день записывать эти видео, они будут туннылые и неинтересные, и вообще я боюсь скатиться до уровня Black Silver, не знаю, скатиться. Потому что у него все-таки есть 300 тысяч подписчиков, и как бы им нравится то, что он делает. Но, не знаю, мне не нравится то, что он делает, потому как половину времени он в своих летсплеях просто молчит или говорит там, я не знаю, о, камень, о, текстурки, о, еще что-то. Не знаю, неинтересны такие мне летсплеи конкретно смотреть, и сам я такие летсплеи не хочу делать. Поэтому каждый день от меня видео не ждите, ну, по крайней мере, пока что. Возможно, когда-нибудь я все-таки дойду до этого и смогу каждый день делать хороший летсплей, ну, или хотя бы приемлемого качества для меня. Здесь я также должен сказать, что компьютер у меня далеко не топовый, и рендер видео занимает достаточно много времени, как по мне. Для примера скажу, что рендер 20-минутного ролика у меня занимает целый час. Времени. Ну, и я считаю, что это достаточно много. Плюс к этому нужно сделать какой-то минимальный монтаж, потом оформить превьюшечку, нарисовать в фотошопе, там, найти картинку подобрать, там, сделать все эти надписи. Потом еще нужно добавлять всякие аннотации, чтобы это было удобно смотреть, если в первый раз зашел на мой канал. И так далее, и тому подобное. И достаточно много времени уходит на каждый ролик, и делать их каждый день не так легко. Вот именно поэтому. Ну, собственно, на этом все, да. Пожалуй, с этой темой мы закончим. И перейдем к еще одной теме, я хотел с вами обсудить, не знаю, задать вам вопрос по поводу стримов. Нужны ли они на моем канале, или же все-таки на Твиче? Вообще, кому-нибудь интересно смотреть от меня стримы? Как бы, это к тому, что стримы можно делать чутка почаще, чем те же летсплеи, потому как на это время не нужно меньше. То есть, тут само время уходит только на то, что ты играешь, там, и общаешься с подписчиками. Вообще, кто-нибудь меня будет смотреть, моих стримы или нет? Там есть у меня ссылка на канал на Твиче, я там иногда стримлю. И, знаете, меня никто не смотрит. Нет, серьезно, блин, никому не интересно то, что я делаю, я не знаю. Возможно, как-то нужно предупреждать об этом, какое-то объявление делать на Ютубе. Не знаю, вот по этому поводу я хотел у вас спросить, нужны ли стримы кому-нибудь интересным. Именно вас, моих подписчиков, я хотел об этом спросить. Собственно. И, может, стоит стримить на Ютубе, хотя я не уверен даже, что у меня есть такая возможность, я даже не проверял. И, в общем, но на Ютубе стримить как-то мне не очень интересно, потому как на Твиче я могу спокойно включить музыку, которая мне нравится. Я могу слушать музыку одновременно с тем, что я играю в игру. Никаких проблем с авторскими правами, как на Ютубе, у меня нет в этом плане. Да, вот у меня на Ютубе как раз лежит одна запись стрима с Твича, которую я именно стримил Доту. И там сразу же Ютуб предъявляет мне авторские права, типа, это не ваше, и всё, идите нафиг, и мы вас забаним, если вы продолжите в таком духе. Ну, в общем, в этом плане Ютуб не очень-то удобный. Да, вот то, что я хотел сказать по поводу стримов. И с новостями, по-моему, да, на этом всё. И переходим к болтологии, да, о всякой фигне. Сейчас в последнее время в интернете началась какая-то массовая истерия по поводу презентации Microsoft нового поколения Xbox. И название нового Xbox заслуживает вообще отдельного, не знаю, обсуждения у них, у этих ребят явно проблемы с математикой. Третье поколение Xbox называть One. Потому что, ну, многие, точнее, большинство воспринимает это как цифру один, а не так, как они хотели показать, что это, там, единственный, там, единый какой-то, не знаю, что-то в этом роде они имели в виду, на самом деле, называя Xbox One. Ну, люди это так не воспринимают. И поэтому я считаю, это полный провал со стороны Microsoft'а, с названием. Также полный провал у них вышел с презентации, когда все ожидали от игровой консоли, игровой консоли игр ожидали. Они сделали акцент на телевидении, просмотре телевизора, каком-то голосовом управлении, которое сейчас поставили под сомнение. Все сказали, что там человек часто слишком лазил в карман и управлял этим всем с пульта. Ну, может, это связано, в принципе, с какими-то техническими трудностями на презентации, именно в том плане, что система не могла корректно работать. Точнее, ну, я считаю все-таки, что голосовое управление на Xbox'е это не фейк, как сейчас многие считают. Ну, как еще на 360 Xbox'е с помощью Kinect'а было кое-какое голосовое управление, если я, правда, не ошибаюсь, я видел видео только в интернете, что можно было в Skyrim играть, использовать крики с помощью голосового управления, да и прочие плюшки. Не знаю, я не считаю новый Xbox таким уж отвратительным, как все кричат о том, что это ужас, кошмар, что вы сделали, это не консоль, не игровая вообще. Я считаю, что рано еще делать какие-либо выводы по этому поводу, потому как игр не показывали ни PlayStation, ни Xbox, и на ближайшей E3 как раз это все должны показать. Плюс люди говорят о том, что дизайн нового Xbox'а отвратителен, он покошенный видеоплеер, не знаю, мне даже он нравится, давно не видел видеоплееров вообще. Да, это все-таки какая-то ностальгия, видеокассеты и прочее. Ну да ладно, вернемся к самому Xbox'у. Тут я должен сказать, что я подумывал о покупке нового Xbox'а, когда он выйдет, но теперь я в этом сильно сомневаюсь. А стоит ли? И как раз это связано с этой презентацией, очень провальный для Microsoft'а. Они кричат о том, что у них там огромные предзаказы уже есть на новый Xbox. Но это странно, по-моему, это как-то... Это очень похоже на тот же Call of Duty, который я никогда не понимал, почему столько его покупают. Но все-таки есть что-то в этом, не знаю. Массовый заговор какой-нибудь или еще что-то в этом роде. Масоны управляют людьми и заставляют их покупать все эти вещи не очень-то хорошего качества, не знаю. Что-то в этом есть такое похоже. Ну да ладно, это все фигня. Также по поводу теории всемирного заговора. Тут говорили о том, что Kinect будет постоянно включен, он будет слышать и видеть, кто что делает и прочее. Это как бы слежка. Макрософт обвиняет в заговоре с правительством, чтобы, там, не знаю, управлять людьми так же. Не знаю, фигня, по-моему, это все. Ну, по крайней мере, в наших краях это абсолютно бесполезно, как мне кажется. И как раз слежка это то, что меня меньше всего беспокоит в новом Иксбоксе. Ну как, у меня ничего интересного особо не происходит и мало кому это пригодится, если не буду знать, чем я тут занимаюсь целыми днями. Да, и на эту тему можно очень долго разглагольствовать, но в двух словах скажу, что презентации ни Иксбокса, ни ПС мне не понравились, потому как ПС даже не показали консоль. Иксбокс сделали акцент на телевидении, который можно смотреть и без этого Иксбокса. И, собственно, не знаю, да. Рано еще делать выводы по поводу обеих этих консолей. Вот, что я скажу. Посмотрим, что будет после E3. И, думаю, эта массовая истерия еще будет очень долго длиться, как раз до выхода. И итоги этого всего будут подведены уже после выхода этих консолей. Посмотрим, как они продадутся. Вот, что мне самое интересное, что больше будут покупать. Но это надо ждать. Ну, и на этом, пожалуй, буду заканчивать. Я тут как-то много уже наговорил. Для первого подкаста это очень много, мне кажется. Ладно, всем спасибо, что слушали меня. Или даже смотрели. Всем пока. С вами был Фиксер.